Большая партия нового оборудования поступила в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Это аппараты искусственной вентиляции легких, передвижные рентгенустройства, ангиограф, эндоскопы и многое другое. Оборудование закупили в рамках нацпроекта «Здоровье» и уже используется для лечения пациентов. К примеру, для установки нового ангиографа была полностью переоборудована одна из операционных. Врачи прошли учебный курс, чтобы использовать все возможности высокотехнологичных методов обследования и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Жанна Кузьмина обо всем подробнее. Этот видеоэндоскопический комплекс еще готовят к установке, но врачу не терпится продемонстрировать возможности нового аппарата. Буквально на пальцах он показывает, насколько детально увеличивает камера и какие манипуляции можно выполнять эндоскопом. При необходимости, к примеру, простое обследование станет мини-операцией по удалению полипов. «Мы способны двух-трехмиллиметровые образования выявлять, потом их также эндоскопически удалять, то есть органосохраняющие операции. Плюс возможность фото-видеозаписи, исследования и операции, которые проводятся здесь». Партию высокотехнологичного оборудования больница получила в рамках реализации нацпроекта «Здоровье». Часть аппаратов уже смонтировали и применяют для обследования и лечения пациентов. Остальное установят в ближайшее время. Среди них передвижные рентген-установки и аппараты искусственной вентиляции легких. У двух последних, кстати, есть искусственный интеллект. Он автоматически подстраивается под человека и помогает мягко вывести его на самостоятельное дыхание. «Рады сами, наверное, врачи, что у них появилось это новое совершенно оборудование, которое позволит когда-то облегчить, наверное, страдания пациентов, вылечить и спасти жизни многим нашим горожанам. И не только горожанам, а всем людям, которые проживают в нашей акгломерации, о которой мы сегодня говорили. Но самое современное и востребованное сегодня – это да». А это первая в больнице рентген-операционная с помощью суперсовременного ангиографа. Хирурги проникают в сосуды головного мозга, сердце, оперируют людей с последствиями диабета. Благодаря большому экрану врач видит все в мельчайших подробностях. По словам медиков, для региона, где уровень сердечно-сосудистых заболеваний чрезвычайно высок, такие аппараты просто необходимы. За четыре дня с момента установки ангиографа на нем уже прооперировали 15 человек. «Мы получаем более четкие картинки. При помощи программного обеспечения мы позиционируем более точно стенты. Мы видим сам весь каркас стента, насколько он раскрывается. Для того, чтобы в будущем предотвратить возможные осложнения, минимизировать эти осложнения». Высокотехнологичное оборудование дает больше возможностей самим медикам, начиная от сравнительно простых исследований и заканчивая сложными операциями. Повышается и качество выполненных вмешательств. Более того, благодаря новой технике врачи начали внедрять ранее недоступные услуги. К примеру, с появлением передвижных рентген-устройств в больнице в прошлом году начали выполнять малоинвазивные операции. Жанна Кузьмина, Андрей Клиницкий, Вести Югория, Нижневартовск.